Рыбы мои, всем здравствуйте! И сегодня мы с вами поговорим немного о вашей мотивации, а именно о её отсутствии. Очень часто, особенно зимой, в конце зимы, вот в этот переломный период, когда зима заканчивается, весна начинается, у нас бывают такие состояния, когда ничего не хочется, когда ты просто можешь не хотеть вставать с кровати, когда ты можешь не понимать, зачем ты делаешь одни и те же бытовые вещи, когда ты, в принципе, перестаёшь понимать, зачем живёшь. И это можно скидывать на гормональный фон, на смену времён года, на то, что это нормально, это бывает у всех, но это ненормально. Объясню вам почему. У меня было такое состояние буквально вчера. Мне подсунул мой помощник вот такую книжечку. Она называется «Сказать жизни да!» автор Виктор Франкл. Это книга про психологов в концлагере. Это книга о том, как менялось состояние людей в процессе выживания там. И он наблюдал такую закономерность. Зимой 1945 года была в концлагере очень большая смертность, потому что люди почему-то считали, что они выйдут из лагеря в Новый год или на Рождество. Они ждали чуда, и когда чуда не случилось, то люди попали в состояние уныния. И это уныние помогло их болезням, которые были у них на текущий момент, попросту их добить. И Виктор Франкл задумался о том, почему некоторые люди выживают в таких жёстких условиях, а некоторые люди не выживают. И заметил одну очень интересную закономерность. Те люди, у которых было ради чего жить, то есть у кого-то дома был, например, обожаемый ребёнок, а кто-то дописывал серию книг, которую никто не мог сделать, кроме него, и у них был стимул выйти на волю, вот эти люди смогли, они вышли, они справились. А те люди, которым как бы было незачем, они с трудом справлялись с болезнями. И как-то сложнее, чем те люди, у которых была мотивация, переживали своё нахождение в концлагере. Но сейчас отставим концлагерь и поговорим просто о нашей жизни бытовой и о фразе, которую сказал Ницше, которая очень популярна, я думаю, вы её знаете, но я хочу вам её сейчас напомнить. Тот человек, у которого есть зачем, может пережить любое как. На самом деле терпеть настоящее, текущее положение вещей нам помогают две вещи. Первое — это ответственность. Те люди, кому есть о ком заботиться, те люди, которые понимают, что без них кто-то не выживет или без них, допустим, проект не закончится. Причём неважно, это может быть какая-то работа творческая, к которой мы относимся как к детям, это может быть непосредственно ребёнок, но даже друг. Допустим, у меня в тюрьме была подруга, которая периодически ловила панические атаки. И в тот момент, когда я её успокаивала, в тот момент, когда я с ней прорабатывала её травму, я становилась сильней. Я чувствовала, что мне нельзя сдаваться, мне нельзя плакать, мне нельзя сейчас впасть в уныние, потому что если я впаду в уныние, то что же с ней случится? И, по сути дела, она собой меня держала. То есть это была моя зона ответственности, которая мне помогала выживать. Также нам помогают мечты о будущем. Именно такие искренние хочучки, о которых мы думаем, и наше сердце начинает биться чаще. И нам хочется жить и трудиться. Оно к завтраку это проходит, но очень важно, чтобы такие хочучки были. К сожалению, когда мы становимся взрослыми, прям серьёзными, такими дядями и тётями, мы можем перестать мечтать. И вот это действительно страшно, потому что, когда ты перестаёшь мечтать, ты начинаешь просто существовать в рутине дней, теряя тот самый вопрос «зачем?». И, соответственно, нам сложнее переживать какую-то бытовуху. А периодически мне мои друзья, причём богатые, успешные друзья, жалуются на то, что у них полное, тотальное отсутствие желаний. Вот просто живут под спойлером «ничего не хочу». Хотя, казалось бы, всё у человека есть. Но это может поразить не только того, у кого всё есть. Это может случиться и с тем человеком, у которого ничего нет, и который просто устал. Но, по сути дела, «ничего не хочу» — это такой опасный фактор, на который много кто закрывает глаза, а потом удивляется, что же в их жизни происходит, и почему всё вот так, как есть. Соответственно, первый момент, почему возникает «ничего не хочу» — это глобальная усталость. Иногда нужно просто проспаться, по-человечески дать себе день-два для того, чтобы отдохнуть от всего, что у тебя происходит. Потому что человек накапливает, накапливает, накапливает какие-то определённые дела, а потом вдруг удивляется, почему обычная рутина не просто не радует, доводит до такого состояния, что человек срывается, например, в истерику. Поэтому следите, пожалуйста, за своим физическим состоянием и периодически устраивайте себе выходные. Я понимаю, что у меня сейчас в комментариях возмутятся молодые мамочки или люди, которые находятся на очень-очень ответственной работе, которые скажут, что же, а кто кроме меня? А кто-нибудь? Потому что если никто кроме тебя, моя хорошая, к сожалению, в какой-то момент станешь уже не ты. То есть ты просто не сможешь выполнять те обязанности, которые на тебе лежат, если ты не будешь давать себе вовремя отдыхать. И следующий момент «ничего не хотения», почему он может возникнуть, это признак того, что вы где-то зарывали свои детские мечты. Что это такое? Ну, например, мечтала девочка о розовом Мерседесе или о платье от Диор, или о лошади собственной, а потом стала взрослая. И ей или общество, или сама она сказалась, что вот о таком... Ну, нельзя о таком мечтать, неправильно. Нужно мечтать о чем-то большем, серьезном, более взрослом. И Хачучка вместе с некупленным пони куда-то вот отправилась на дальнюю пыльную полку сознания и забылась, и забилась уже. А вот жизнь радость перестала приносить. Еще история отложенной жизни. Например, девочка сказала себе, вот я похудею, и тогда начну носить красивые платья, или детей воспитаю, или там закончу универ, или перейду на следующий этап своей должности, и вот тогда я стану красивой, и макияж начну наносить, и все-все-все стану для себя делать. Но когда это случается, и получает она должность, и отучивает детей, и делает какую-то свою планку, а платья-то не появляются. А так же, как она ходила в мешковатой одежде, так она и продолжает ходить. И нет у нее сил на какую-то другую одежду. Да и не привыкла она уже так. Собственно, отрывайте свои мечты, пожалуйста. Не забывайте, что вы живете здесь и сейчас. Очень важно, чтобы вас двигало что-то вперед, чтобы у вас было это самое зачем, благодаря которому вы действительно сможете пережить любое как. Вытаскивайте свои мечты с запыленных полок. Вспоминайте их. Потому что только искренняя, возможно, сумасбродная, и никому непонятная, но такая желанная хачучка рождает желание жить. Без нее мы просто живые мертвецы с потухшими глазами. Мой пример. Например, я могу себе позволить, наверное, дать любому мужчину в мире немного усилий, немного флирта и какого-то интереса, и любой будет моим. Я же нашла себе чувака, который просто нос от меня воротит, и бегаю за ним счастливо. И глаза горят, и хочется бизнес строить, и делать что-то, и доказывать что-то ему. Я принимаю, что это моя хачучка. Возможно, неправильная, возможно, меня за нее осудят, но мне все равно, если это повод, чтобы мои глаза загорались, и я красилась полтора часа перед зеркалом с утра, значит, это достойно тому, чтобы быть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вы мечтаете. Есть ли у вас искренняя хачучка? Возможно, она никому непонятная, но я пойму, честно. Надеюсь, тема раскрыта. Всем спасибо, и всем пока.